Привет друзья! Сегодня я расскажу о научно-фантастическом боевике 2022 года под названием Проект Адам. Фильм начинается с того, что в 2050 году мужчина средних лет Адам Рид крадет самолет путешественник во времени и его преследуют власти. По его самолету стреляет, сам он получает ранение, но открывает червоточину, через которую он переносится в другое время, оставляя своих преследователей в недоумении. Тем временем в 2022 году Адаму 12 лет и над ним издеваются в школе из-за своего большого рта и маленького роста. Хулиганы Рэй и Чак нападают на него и бьют, пока не появляется кровь, после чего всех отстраняют от занятий в школе. Элли, мать Адама, забирает сына из школы и ругает его за драку. Адам утверждает, что она не понимает его в отличие от отца, который погиб в автомобильной аварии больше года назад. Вечером Элли готовится пойти на свидание со своим коллегой и оставляет Адама одного дома. Он проводит время, играя в видеоигры на устройстве виртуальной реальности, когда неожиданно отключается электричество. Он в сопровождении своей собаки Хокинга выходит на улицу, чтобы осмотреть дом, а затем проверять лес и за домом. Он видит обгоревшие деревья и слышит звуки в гараже отца. Когда он заходит внутрь, то находит Адама из 2050 года, раненого и лежащего на полу. Хокинг немедленно бросается к мужчине и ложится рядом. Молодой Адам удивлен тем, что незнакомец смог отпереть отцовский гараж, но все равно ведет его в свой дом. В доме взрослый Адам с легкостью находит себе поесть, попить и лекарства, чтобы обработать свои раны. Мальчик наблюдает за тем, как он легко бродит по дому, точно знает, как закрывать дверцу холодильника и что его мать ушла на свидание и знает, как зовут его пса. Взрослый Адам поначалу отказывается от объяснений, но в конце концов рассказывает правду, что они один и тот же человек. На них одеты отцовские старые часы и у них одинаковые следы от швов на шее. Он продолжает объяснять, что должен был прилететь в 2018 году, а не в 22, в рамках миссии по спасению, но не говорит кого именно. Тем не менее, он отводит молодого Адама обратно в лес, где припаркован его самолет. Он объясняет, что этот самолет специально закодирован на его ДНК, но не узнает его из-за тяжелого ранения. Он использует палец юного Адама, чтобы разблокировать самолет. Они садятся внутрь, чтобы запустить механизм самовосстановления, так как самолет тоже пострадал от выстрелов и ракет. Адам из будущего решает остаться на несколько дней, пока самолет полностью не восстановится и сам он тоже не поправится. Мальчик спрашивает о путешествиях во времени. Мужчина отвечает, что существует определенное время, в котором каждый должен прожить свою жизнь. Но такие путешественники во времени, как он, могут прыгать из одного времени в другое и вызывать расхождение. Однако ему необходимо сделать это из-за его сверхважной спасательной миссии. Взрослый Адам ложится спать в гараже отца, а мальчик возвращается в свой дом. Перед сном Адам из будущего смотрит на голографическую фотографию женщины. Утром перед выходом на работу Элли лихорадочно ищет свой страховой документ, в то время как молодой Адам готовит завтрак и наслаждается своим днем отстранения от школы. Чуть позже оба Адама отправляются в аптеку, чтобы купить лекарство для лечения ран. На улице возле аптеки мальчик снова встречает своих обидчиков, но взрослый Адам поощряет драку. Однако, когда мальчик сбегает, мужчина запугивает Рея, чтобы тот больше не задирался. Позже Адам из будущего находит мальчика в отцовском гараже, который, заперев дверь, лично проверяет вещи взрослого Адама. Он также злится на него за то, что мужчина не защитил его от хулиганов. Взрослый Адам возражает, что они должны проиграть и пострадать много раз, прежде чем станут теми, кем он является сейчас. Молодой Адам находит фотографию женщины и спрашивает его, кто она. Оказывается, это Лаура, жена Адама. Вечером взрослый Адам проводит время в баре, когда туда входит Элли. Он сразу же узнает свою мать и слышит, как она жалуется бармену на своего сына. Не удержавшись, он вступает в разговор и дает очень личный и трогательный совет Элли о том, как справиться с сыном и его горем. Затем он уходит. Когда Элли выбегает, чтобы поискать его на улице, то не находит. Тем временем последователь Адама Майя Сорин и ее помощник лейтенант Кристос прибывает в 2022 год, чтобы поймать беглеца и вернуть в будущее. На следующий день Адама обедают. Мальчик снова спрашивает о Лауре, а затем догадывается, что взрослый Адам хочет отправиться в 2018 год, чтобы спасти ее. Адам из будущего предполагает, что Сорин убила ее или оставила в прошлом. Мальчик узнает в мае Сорин делового партнера их отца. В будущем Сорин захватила контроль над технологией путешествий во времени, которую их отец случайно изобрел в проекте под названием проект Адама. И она уже не тот хороший человек, которым была, когда их отец был еще жив. 2018 год это также год, когда первая попытка путешествия во времени с помощью частицы удалась. Внезапно он чувствует приближающуюся угрозу, затем собирается и вместе с мальчиком выбирается из дома, когда отряд Сорин появляется и пытается его схватить. Взрослый Адам сражается с ними, а молодой только наблюдает за происходящим и охраняет сумку мужчины. Майя объявляет из динамика своего самолета, что она не убивала Лауру, но схваченный Адам не верит. Внезапно самолет Сорин подвергается удару из леса, откуда появляется женщина, которая оказывается Лаурой. Увидев свою жену живой, герой бросается к ней, но она отталкивает его, защищая от солдата. Убежав в лес, они находят машину Лауры и уезжают как можно быстрее, чтобы оторваться от преследователей. Вскоре они приезжают в убежище Лауры у озера. Оказывается, она сбежала от покушения Сорин, но не смогла вернуться в 2050 год, поэтому она провела свою жизнь в прошлом, где жила в течение 4 лет, пока не встретилась с Адамом из будущего. Из ее рассказа молодой Адам делает вывод, что Сорин уже изменила фиксированную временную линию, отправившись в свое прошлое в 2018 году, чтобы помочь захватить полный контроль над технологией путешествий во времени, еще до того, как была изобретена эта технология. Значит, взрослому Адаму нужно отправиться в 2018 год, чтобы остановить путешествие во времени, если оно вообще будет изобретено, и избежать хаоса в будущем. Каким бы печальным не был герой, но ему опять пришлось расстаться с Лаурой, а девушка пытается выиграть немного времени для него, сражаясь с выследившим их отрядом Сориан, возглавляемым Кристосом. У Адама нет четкого представления о том, что ему нужно сделать, но он полный решимости попросить помощи у своего отца, который в то время был еще жив. Тем временем Сориан находит Лауру и стреляет в нее. После того, как она узнает, что Адам успешно добрался до своего самолета, она преследует его в узких ущельях. Герой умело останавливает свой самолет в нужное время и маневрирует, чтобы спрятаться в пещере. Так что Сориан не может обнаружить его. Она в это время напоминает ему по радиосвязи, что его самолет все еще сильно поврежден и может выдержать только один последний прыжок во времени. Однако Адамы все равно не останавливаются и совершают прыжок. В 2018 году Луи и отец Адама читают лекцию, когда герой находит его. Взрослый Адам просит мальчика пообещать не рассказывать их отцу слишком много о будущем, включая о его судьбе. Встретившись с ними после окончания занятий, Луи сразу же признает взрослого Адама как своего сына, но отказывается помочь, так как это поставит под угрозу установленное время. Вечером герой все еще пытается убедить Луи в мотеле, но он тверд в своем решении, отправляясь домой к своей семье. Взрослый Адам ругает его за то, что он не был лучшим отцом и заботится только о физике, а не о сыне. После ухода Луи мальчик говорит взрослому Адаму, что хотя он и является его молодым я, он понимает, что ненавидит своего отца не потому, что тот больше склонен к работе, а не к семье, а потому что он умер. Легче злиться на кого-то, чем скучать по нему, поэтому Адам справляется с горем, злясь на своего умершего отца. Однако гнев и печаль это два разных чувства. Мужчина удивляется своему молодому я и снова начинает приходить в себя. Тем временем Сорен с 2050 года отправляется на встречу со своим вариантом 2018 года. Молодая Майя раздражена, увидев себя, но женщина из будущего убеждает ее в том, что они находятся под большой угрозой, если Адамам удастся стереть путешествие во времени навсегда. На следующий день Луи, отвыкший от домашней рутины, пытается готовить и больше заботиться о своей семье, что удивляет Элли. Тем временем Адама решает проникнуть в штаб-квартиру компании Сорен, чтобы уничтожить ускоритель частиц Луи. Молодому Адаму поручено управлять дистанционным устройством, способным чувствовать угрозы и вступать дистанционно в бой, в то время как взрослый Адам идет к входу здания. Перед зданием царит жуткая тишина, что заставляет мужчину предположить, что их уже ожидают Соренские войска 2050 года. Оказалось, что его догадка была верна, когда герой попал в окружение. Мальчик пытается помочь с помощью устройства. Внезапно взрослого Адама чуть не сбил автомобиль, но его остановила другая машина, врезавшись в него, что спасло жизнь герою. Оказывается, это прибыл Луи, который изменил свое решение и намерен помочь Адамам в их миссии. Тем временем мальчик, расположившийся на крыше здания, захвачен Сорен. Внутри здания Луи объясняет, что они не должны уничтожать ускоритель частиц, так как Сорен может легко восстановить его, а нужен жесткий диск, содержащий алгоритм, позволяющий путешествовать во времени. Когда Луи достает его, появляются солдаты и обе Сорен и требуют вернуть им жесткий диск. Увидев своего сына под дулом пистолета, Луи умоляет взрослого Адама отдать диск. Но мужчина подмигивает мальчику, чтобы тот дернулся. Сорен делает случайные выстрелы и попадает в ускоритель частиц, вызывая нестабильность ядра. И оно начинает формировать магнитное поле, которое притягивает объекты вокруг него. Солдаты в железных доспехах примагничиваются к ускорителю, становясь полностью недееспособными. Взрослый Адам начинает сражаться с Кристосом, которому велели забрать жесткий диск. Однако вскоре лейтенант терпит поражение. Сорен из будущего убеждает свою молодую сущность застрелить Луи, но та, кажется, не решается это сделать. Тогда женщина сама берет оружие и стреляет в ученого. Но железная пуля под воздействием магнитного поля отклоняется от своего курса и попадает в молодую Сорен, убивая ее. Ее смерть также уничтожает женщину из будущего. Луи и Адама успевают сбежать до уничтожения ускорителя частиц и благополучно добираются до дома. Они играют в мяч на заднем дворе, вспоминая теплые моменты об их отце, прежде чем они исчезают, возвращаясь в свое фиксированное время. Позже мальчик Адам изменил свое отношение, став более любящим по отношению к своей матери. А когда он становится взрослым, наконец встречает Лауру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова